Я думаю, многие помнят аккаунт, который мне забанили несколько дней назад. Так вот, я могу вам сказать на все 100%, что мне его разбанили, потому что я нахожусь сейчас на этом аккаунте, и я могу запустить Войны Фракции. Я думаю, вас бомбит у тех людей, которые мне оставили вот эти вот комментарии. Вы их можете сейчас увидеть. Ну да, Войны Фракции у меня работают, мне этот аккаунт разбанили, у меня здесь есть Джейсон Вурхес Неудержимый, седьмого слияния 50 уровня и Гитаны День Мертвых, седьмого слияния 50 уровня. Притом, здесь не стоит никакого стороннего ПО, это именно обычный аккаунт, это именно обычная игра, которую я скачал с Google Play, и просто Warner Bros. разбанили мне этот аккаунт. Это очень круто. Ну и что я вам могу сказать? Когда мы нажимаем создать, я даже могу продемонстрировать, что здесь практически нет ни одного персонажа, прокачанного до седьмого слияния 50 уровня. Здесь даже большинства персонажей просто не хватает. Потому что это тестовый аккаунт, и, честно говоря, почему его разбанили, я до сих пор этого не понимаю. Но главное то, что они это сделали. Мне пришлось только один раз оставить заявку в саппорте, webplay.com, если я не ошибаюсь. Я даже, возможно, где-нибудь здесь вывешу картинку, что они мне написали, либо покажу там дату оформления. В общем, не важно, вы это все увидите. Так вот, мне оставалось только оставить заявку, ее рассмотрели, и аккаунт разбанен. Круто, просто круто. На самом деле, на тот момент, когда я играл с Джейсоном Вурхизом, там были небольшие терки с тем, что на тот момент еще Джейсона Вурхиза не добавили. И я такой подумал, раз мне забанили аккаунт, нужно попытаться его разбанить. Дай-ка, думаю, напишу саппорт. Возможно, они в каком-то роде меня знают. Ну, русская комьюнити, естественно. Хотя, на самом деле, навряд ли. Но все же, попытка не пытка. Я это сделал, и вот я играю на этом аккаунте. Клево. Что ж, давайте попробуем, конечно, сейчас поиграть. Я решил сегодня протестировать как Джейсона Вурхиза, так и Китану новую. Посмотреть, чем они отличаются. Да и в целом, поиграть ими, потому что я играл ими по отдельности. А по отдельности они как-то не очень смотрятся. Вот, нет, они смотрятся отлично, но вместе они будут смотреться гораздо лучше. Я просто немного неправильно выразился. Ну, вы посмотрите просто. Ну, один Джейсон справляется с этой командой на ура. Сейчас Джейсон Вурхиз вынесет какого-нибудь из персонажей и захилится. Это очень клево. Поэтому мы играем сегодня на этом забаненном, в кавычках, аккаунте, который забанили, потом разбанили. Ну, мне это нравится, естественно. Получаю ножиком. Добивай его, давай. 75% победа. Блин, ты меня должна была захилить, Китана. Ну, блин, я его прикончил, только он возродился из-за Куанчи. А так все отлично же. Ну, ладно, хорошо, добьем сейчас Скорпиона. Скорпион спокойней. Пару ударов и дальше спецприем. Блин, спецприем, конечно, я не знаю, добьет, не добьет, но надеюсь, что добьет. Да, победа, отлично. Мы хилимся. Должны вообще хилиться. А, ну хотя... Хотя, может, он не всех хилит. Я просто не помню. Так, надо выбрать ее. Так, после воскрешения противника или поражения любого из персонажей, Китана и все персонажи... А, из внешнего мира. Блин, я про это совсем забыл, ребят. Я про это совсем забыл. Из внешнего мира. А у нас же Джейсон Муркес, это... Внешний мир, это преисподняя. Ну, да ладно. В любом случае, я думаю, что Китана сейчас сама разберется с этими персонажами. И поэтому Ермак, Фраон, а также Китаны сейчас будут захилены. Хотя, в любом случае, мы победили эту команду. Извини, воздушный Соник или Скай Соник. Это как-то не воздушный, точнее, небесный Соник, что ли. В общем, мы победили. Отлично. Ставим блок. Добиваем. Даже не знаю, зачем здесь нужно было хилиться. Но, в любом случае, Джейсон Муркес и Бесхила, я думаю, будет справляться с его-то пассивкой. Он будет просто шикарнейшим персонажем. Все, что я могу пока что сказать. Так, три Джейсона Вурхеза. Вот этой тимой я тоже хочу сыграть и продемонстрировать ее вам. Но, к сожалению, вот на этом аккаунте пока что у меня трех Джейсон Вурхезов нет. Надеюсь, Артур ответит на мое сообщение. Конечно же, я в скором времени запишу на этот ролик, потому что на тот момент, когда я ему писал, он не отвечал. Ну, потому что я взламывать не умею. Я реально, ребят, не умею взламывать. Я не знаю, почему мне пишут насчет каких-то консольных персонажей, насчет душ, насчет монет. Я этого ничего делать не умею. Потому что у меня нету рут прав. Это первое. Это первое, наверное. Второе, я опасаюсь за то, что ваши аккаунты могут забанить. Поэтому я как бы не особо хочу, конечно же, взламывать. Ну, вы сами видели, что аккаунт могут забанить. Пускай лучше это делают люди, которые в этом шарят. Например, вот как я довольно часто рассказывал вам о сайте, и поэтому как бы они там знают, как это делает, как это все работает, и поэтому проблем никаких возникнуть не должно. А я если начну взламывать, то, скорее всего, ваш аккаунт уже на следующий день будет в нокауте в каком-то образе. В каком-то роде, а не в каком-то образе. Отлично. Побеждаем мы этого персонажа. Можно сказать и так, потому что сейчас он наносит без приема, я отхожу. Отлично. Дальше протыкаем спину. Замечательно. Так, победа в каком-то плане, потому что он опять оглушен. Он опять оглушен. А плюс у меня еще спецприем как раз-таки. Сейчас накопится, и я его добью. Хотя, блин, исчез же все-таки. Все-таки исчез. Ладно, выберем давайте китану. Ставим блок. Мне говорили, что здесь тоже так же контратаковать можно. Только что вы опять смогли слышать шум из-за того, что я все время задеваю свой поп-фильтр. Я не знаю, с чем это связано. Места мало. Просто мало места. Блин. Не-не-не-не, я сейчас хилиться буду. Идите вон, я хилиться должен. Но я понимаю, что сейчас все Джейсон и Урхизы тут потиху здоровье-то теряют. Нет, не добивай ее. Ну, сволочь ты. Ну, блин, ну как так можно было? Зачем ты ее добил? Она могла нас захилить. Мы могли победить. Все было бы хорошо. Вот это да. Кстати, один человек мне писал насчет того, что сейчас опасается вообще с этим персонажем играть, потому что из-за его оглушения и исчезновения все время коцает всех персонажей. Я сейчас на себе это все ощутил. Так, но в любом случае, я думаю, что мы сейчас порвем этих персов. Получай. Дальше я наношу спецприем 1 и я думаю, мы добиваем первого Джейсона. Конечно, я лишился не Сони, а Китаны. Но я думаю, что мы добьем сейчас этих персонажей. Отлично, уходим. Давай сзади нож в спину. Отлично. Ну, теперь я вызову, наверное, Ермака, потому что с тем Джейсоном я не знаю, как я справлюсь. Все-таки вы сами, думаю, понимаете, что он может уклониться от моего спецприема. А этот Джейсон Вурхис неостановимый. Он никогда не отклонится от него. Поэтому добиваем его и Ермак является одним из самых крутых дамагеров, на мой взгляд, на данный момент. Ох, как круто все. Не знаю, почему он в зрительском голосовании занял чуть ли не последнее место, даже, возможно, и последнее. Я уже не помню этот топ, можете пересмотреть его. По-моему, да, он занял последнее место. Не знаю, по какой причине персонаж, на мой взгляд, хороший. Ну и давай, Джейсон Вурхис, добивай свою копию. Победа, отлично. Мы одолели вторую битву. Конечно же, проходим дальше, к третьей, но то, что мы играли 2 минуты 26 секунд, это не очень хорошо. Но зато сыграли против трех Джейсонов. Блин, здесь вот два Джейсона и Куан Чи. Это, кстати, сильная команда. Раньше против нее играл, но у меня был Эрон Блэкс, и вот и спецприемом 2 и пассивкой, он мне очень сильно помогает. Здесь, конечно, возникнут, возможно, небольшие проблемы. Хотя, может быть, я ошибаюсь. Сейчас мы на это посмотрим. Давай, Джейсон Вурхис, отлично, молодец. Так, Еще давай, наноси урон. Блин, не стой, ты как вкопанный. Ё-моё. Нам главное сейчас вынести, ну не вынести хотя бы, хотя бы какой-то урон нанести по персонажам, потому что они же сильные. Плюс Куан Чи их восстанавливает. Это очень плохо. Так, сейчас я думаю справлюсь. Вот так вот. Давай последний удар. Блин. О, спасибо. Давай, наноси урон. Здесь, как мне сказали, контратаковать можно, но, как вы видите, здесь я контратаковать не смог, потому что сработал блок брейкер, и поэтому в каком-то плане я и проиграл. Но здесь ты оглушен, поэтому ты не должен был заблокироваться. Да, все правильно. Так, выбираю Китану. Ох, блин, зря я Китану сейчас выбрал. Но я не думал просто, что это чудо, чудило выскочит. Ну ладно, кровотечение. Блин, ну сейчас же я даже если по нему урон нанесу, даже если я его вырублю, то скорее всего я восстанавливаться-то не начну, потому что его Куанчи восстановит. Отлично. А нет, смотрите, я начал восстанавливаться. Хорошо, хорошо. Это очень даже хорошо, блин. Странно то, что его Куанчи не восстановил. Либо он предыдущего Джейсона восстановил, а я этого даже и не заметил. О, оглушение, привет. Блин, так брутально подошел, и меня тут начинают избивать. Жаль, конечно, жаль. Было бы клево. Контратака такая веселая. Так, отлично. Не-не-не, тихо-тихо-тихо. Ты что делаешь? Ты что делаешь, Куанчи? Все же хорошо. Нига-босс, Нига-босс. Отлично. Все, добиваем его. Давай. Так, сто процентный, сто процентный удар. Ну, блин, Джейсон, ну ты мог. Ну, ладно, нож в спину пойдет. Получай. Точнее, не ножом, а чета, но я люблю это ножом почему-то называть, даже не знаю почему. Воу-воу, блин, там есть Джейсон со спецприемом. Со спецприемом. Ёлка, ломаномая. А, ладно. Сейчас, я думаю, выиграем. Так. Фу. Давай. Вся надежда на тебя, Джейсон Уорхес. Конечно, ты сейчас сольешься, это понятно. Спецприем один. Ладно, хорошо. Сработаемся? Не, навряд ли. Я, конечно, нанесу урон, но он его весь восстановил. Извини, Ермак Параон, я понимаю то, что ты хороший персонаж. То, что тобой рисковать не стоило. Но, к сожалению, я играю сегодня Китаны и Джейсоном Урхесом, неудержимым. Поэтому мне на этого персонажа начихать. На Ермака Параона, конечно же. Хоть он и клевый. Я не могу сказать, что это плохой персонаж. Буду пиарить его до того момента, пока я не выиграю его сам, потому что я до сих пор еще испытания не проходил. Невозможно, там даже душ недостаточно. Я постараюсь к завтрашнему дню, послезавтра, пройти его. Отлично, вынесли. Ставим блок. Давай, 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 наноси. Спасибо. Большое спасибо, Джейсон. Немного ты урона нанес, конечно же. Так, ставим блок опять же. Так, ну и здесь я, наверное, вот этого Джейсона Урхеса выпущу, потому что Мелина показала себя Китана, точнее. Не Мелина, а Китана. Показал себя неплохим персом. Ну и осталось только Джейсону Урхесу показать себя на все сто процентов, добить этого же Джейсона. Блин, я не знаю, как их называть. Можно одного Джейсоном называть, другого Урхесом, просто, чтобы не путать их. Но тавтология очень жесткая. 2 минуты 35 секунд. Я выигрываю, это хорошо. О, три алмазных персонажа. С фуловой, я думаю, что экипировкой. Только все они 31 уровня. Вот это мне не нравится. Как бы персонажи вроде и прокачаны, а вроде и не докачаны. И вот тут уже встает вопрос, сумею ли я их победить, либо нет. Я думаю, что сумею. Главное, чтобы экипировка у них жесткая не была. А так проблем нету. О, хорошо. Молодец, Джейсон. Так, получаю ножиком в спину. Так, он оглушен. Теперь я могу по нему нанести урон. Ставим блок. Ну, здесь я знал, что уклониться у меня не получится. Но вот сейчас все шансы на то, что я накоплю Джейсоном Урхизом спецприем 2. Нет, не успею. Не успею, не успею. Блин, лучше всего. А, у нее аж истощения нету. У нее нету истощения. У нее есть только уменьшение урона. Но никак не истощение. Блин, надо ИРМК вызывать. Спецприем, давай, давай, второй. У него 31 уровень, 31 уровень, е-мое. Оглушение, блин. Ну, как так-то? Я только хотел оглушение наносить, он взял мне уменьшение урона, нанес. Ну, все, меня добьет сейчас Китана. Ну, это понятное дело, она меня бы добила, это ясно сразу было. Блин, надо Китану как-то восстановить мою. Мелина, точнее, добила меня. Все время их путаю, потому что два зубастика и они очень похожи по форме. Ну, в принципе, к персонажу очень похожи сильно. Так, отлично, отходим. Пошел вон отсюда, протыка его. Вот так вот. Хорошо получилось. Так, оглушен, спецприем, значит, наносим. 80 процентов, вот это мне уже нравится. Я даже не знаю, добью ли я эту команду, потому что я лишился хорошего, очень хорошего персонажа. Так, давай, давай, добивай его. Сейчас ты восстанавливаться начнешь, и тут появляется вот эта вот Козлина. Да, отлично, я восстанавливаюсь тем временем. Все, конец, проигрыш. Ну, возможно и нет, кстати. Так, ставим. Блин, у него блок брейкер, это нечестно, кстати, это очень нечестно. Так, давай, размахивайся, победа, блин, я блок не успел поставить, но я восстанавливаюсь, восстанавливайся. Фу, отлично. Блин, вы посмотрите, как хорошо я восстанавливаться-то начинаю. Вот таким образом и можно эти тимы одолевать. Блин, только у меня здоровья лишаюсь. Очень быстро его лишаюсь. Ставим блок. Фу, хорошо, давай, давай, Полтер, ты не выиграешь. В любом случае, я сумею победить даже без Ермака Фараона, который рискнул своей жизнью, чтобы я сумел выиграть. Давай, добивай ее, победа. Отлично, блин, я думал, что проиграю в этот раз, но нет. Это два новых персонажа, они очень имбовые для того, чтобы проигрывать ими в четвертой битве и при этом алмазные персонажи, которые даже не фулл прокачки. Пятая битва, Китана День Мертвых, которую лучше всего одолеть в самом начале. Эрн Блэк Стрелок и Мелина Хищная. Блин, если Эрна Блэка прикончу, получается, Китана будет восстанавливать здоровье, хотя по сути ей восстанавливать будет нечего, потому что она и так будет с фуллом здоровьем. Это как-то странно, но ладно. Я не знаю, зачем ее тогда первой надо было ставить. Хотя тогда бы я его вынес в любом случае и она точно никого бы не восстановила. Хорошо, будем сейчас играть, будем смотреть, что получится. Пока что, как вы видите, Эрна Блэка, которого я потихоньку избиваю, которого я потихоньку избиваю. Я думаю, что сейчас спецприем 2 накопить у меня получится. Как-никак. Я думаю, что все получится. О, Китана. Отлично. Блин, пошла вон отсюда. Вот так, протыкаем. Так, сейчас пару ударов. А нет, не буду я наносить пару ударов, сразу же наносим спецприем. 54 урона, но можно было больше. Джейсон, ну е-мое. 85. Давай, добивай ее. Отлично. Ох, нет. Я рискнул персонажем ради победы. А хотя нет, не рискнул. Все хорошо. Но хотя я теряю здоровье, это тоже плохо. Но ладно, я думаю, добьем сейчас мы Мелину. Отлично, легла. Дальше спецприем 1. Давай, 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 уменьшение урончика. Хорошо-то как. Получилось. Ой, блин, сейчас расстреляет, я тогда проиграю точно. Так, надо спецприем 1 сразу же использовать и упускать зермака. Я думаю, так шансов гораздо больше. Так, не блокируйся, главное, получай. Отлично, остается одна лишь Мелина. Опять зермак Фраун рискнул с АБ. А хотя нет. Китана его восстанавливает, хилка работает очень хорошо. Кстати, кто-то в комментариях спрашивал, что такое хилка. Хилка это своего рода восстановление здоровья, аптечка. Поэтому это я просто привык называть ее с клашев клэнса хилками всех персонажей, которые могут лечить. И поэтому перенес вот эти знания непонятно какие только в игру Mortal Kombat. Хотя, может, Mortal Kombat тоже всех хилками зовут. Не знаю. Не уверен на 100%. Главное то, что мы прошли сложную битву вот этими персонажами. Самая яркая битва, на мой взгляд, это была, конечно же, битва против алмазных персонажей. Она была долгой, но она была интересной. Потому что там мы реально могли проиграть. Алмазные персонажи это довольно серьезные персы. И они могут одолеть вот такую вот команду, если захотят. Кстати, насчет бана аккаунта. Хотелось бы сразу сказать, то что нет, мне его разбанили не потому, что я блогер, потому что у меня 100 тысяч на аудитории. Нет, не поэтому. Мне его разбанили из-за того, что банили аккаунты всех, у кого находился Джейсон Вурхес. Скорее всего, это мое только предположение. Но мне кажется, что так. Они блогерам аккаунты никогда разбанивать не будут. Зачем им это делать? Это как-то неправильно, когда ты тестируешь персонажа раньше его релиза. Это ерунда полнейшая. Поэтому мне его разбанили, просто потому, что на тот момент он уже официально был доступен, но так как у меня этот персонаж был прокачан 50 уровня, бот, который банит все аккаунты, подозрительные, он забанил и этот аккаунт. Но после того, как это ворнеры заметили эту ошибку, они даже писали на форуме, писали в Твиттере, они в скором времени все это дело, как бы вам сказать, раскрутили. Вот сейчас на данный момент у меня аккаунт разбанен. В общем, как-то так все получилось. Ну а на этом все. Надеюсь, вам эти два персонажа понравились. В скором времени ждите ролик, где я буду выигрывать фарауна Ермака на своем основном аккаунте. Главное, чтобы мне душ хватило на повелителя душ Ермака. Надеюсь, у меня этого будет в достатке. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.